Приветствую вас, и давайте попробуем по порядку разложить то, что вы описали в своем письме. Вверх вы пишете, одна из причин любовной зависимости это травма в детстве. Вы знаете, травмы в детстве, сами по себе, бывают разные. И некоторые травмы относятся к комплексам, некоторые травмы относятся к осознаванию себя, некоторые травмы касаются чего-то другого еще. То есть, по сути дела, каждая травма обладает своим личным, индивидуальным, скажем так, эффектом. И та травма, которая у вас, то есть вот травма, связанная с отцом, да, она, как она на вас повлияла, что именно она вам дала, это нужно еще выяснять. То есть, в обычном была проблема с отцом, да, хорошо, но проблема с отцом, проблема в отношениях с ним, по факту, дает лишь понимание того, что какая-то часть, какая-то сфера вашей жизни находится под угрозой. Находится в неправильных формах. Вы связываете, значит, свою проблему с отцом с проблемами в личных отношениях. Хорошо. Вам сказали это психологи. Значит, вы доверяете психологу. На мой взгляд, здесь вырисовываются первые проблемы. Проблемы связаны вот с чем. В процессе терапии, в этой работе с психологами, вообще с психологами, да, человек получает какие-то определенные наши понятия, определенные знания, определенный опыт. И очень важно, как человек этот опыт воспринимает. Если он расширяется, его кругозор, то это хорошо. Если нет, то это, безусловно, плохо. И в вашем случае, мне кажется, что кругозор, благодаря работе с психологами, он ограничился. Он у вас перестал расширяться. Вот вам психологи сказали, что у вас проблема в отношениях с мужчинами кроется в проблемах с отцом. И вы так считаете. И теперь вы пытаетесь выяснить эту связь. Проблема в том, что отношения с мужчиной, конечно, как бы испытывают влияние от отношений с отцом. Но не на 100%. Потому что ведь с отцом могут быть проблемы у всех. И чтобы понять, как именно влияет проблема с отцом на вашу личную сферу, нужно для начала сперва понять другое. По какой причине, почему ваши отношения личные не складывались вообще? В чем была проблема? И тогда уже, может быть, скроется проблема с отцом. Может быть, скроется проблема еще какая-то. Не важно. Но никогда личные проблемы не связаны только с тем данным. Дальше. Теперь по факту вашего вопроса. Какая связь между проблемами с отцом и проблемами в личных отношениях? Дело в том, что у каждого человека, у каждой мужчины, у каждой женщины есть свой внутренний противоположный половой собъект. То есть, у каждого мужчины есть внутренняя женщина, а у каждой женщины есть внутренний мужчина. Внутренний мужчина, у женщины, или сокращение анимус, означает собирательный образ мужского пола, который формируется как раз-таки на основе взаимодействия с первыми мужчинами в вашей жизни. То есть, вот у девочки, у вас, отец, значит, обладал какими-то качествами. И вы, это был первый мужчина, которого вы увидели. Это был первый мужчина, с которым вы пообщались. И он у вас внутри, благодаря своей первостепенности, образовал первичный образ того самого идеального мужчины, который вы сами себе нарисовали. Этот образ, он на той образ, что он идеализированный. То есть, он немножечко оторван от реальности. Но он есть. Это то, что вы обрисовали. Это то, что вы себе впервые представили относительно того, как выглядит мужчина. И благодаря вот этому самому внутреннему мужчине, анимус, женщина, подсознательно ориентируется на других мужчин. Именно анимус влияет на выбор мужчин. Именно анимус и отношения с этим анимусом влияют на то, как женщина строит отношения с мужчиной. Допустим, вы имеете какой-то негативный блок, негативный пласт, негативный разрез в отношениях с отцом. У вас есть какие-то негативные чувства по отношению к нему. Что есть негативные чувства? Негативные чувства есть проявление неудовлетворенности. То есть, когда мы чувствуем негатив вообще? Когда мы не можем получить того, что хотим, когда что-то нас пугает, что-то нас раздражает. Значит, вы, испытывая какие-то негативные чувства к отцу, стремитесь подсознательно их разрешить, эти чувства, к чему-то прийти. Даже если вы осознанно не стремитесь к решению конфликта со своим папой, или решению этого конфликта с самой собой, вы все равно подсознательно стремитесь к решению этого конфликта. Почему? Потому что он для вас первый. То есть, ваш отец это первый мужчина. Ваш отец это один из самых близких людей. И в силу этого, очень сильно на вас оказывает влияние данный факт. И мужчин вы воспринимаете как средство для того, чтобы доказать самой себе и папе в вашем воображении, что вы что-то можете или что-то не можете, или вы реализуете какой-то страх. Это обусловлено, такое поведение, обусловлено фрустрацией. У фрустрации, то есть реакции на то, что мы не можем сделать, не можем получить, не можем достичь, есть несколько форм, несколько реакций. И первую форму можно назвать реактивными. Это агрессия, регрессия, соответственно, можно сказать, депрессия по поводу невозможности достичь чего-либо. А дальше начинается интеллектуальная обработка вот этого самого вот невозможности что-то сделать. И одной из форм такой обработки является достижение типовой задачи. То есть экспериментально были запечатлены такие факты, когда человек, не имея возможности, решить задачу, экспериментально поставленную психологом, исследователем, уходил от этой задачи, а чуть позже приходил и говорил, а вот вы знаете, я два года назад или три эту же задачу, похожую, решил. То есть человек вышел из внешнего барьера. То есть когда возникает ситуация, при которой нужно чего-то достичь, и человек хочет этого достичь, он заключает себя в два барьера. Первый внешний барьер, тут он считает себя обязанным кому-то. Это барьер социальный, это барьер предметный и внутренний барьер. Человек сам себе пообещал. И в данном случае у вас происходит примерно та же ситуация. Вы хотели бы подсознательно, чтобы этих проблем с отцом не было. И вы стремитесь решить эти проблемы путем соответствующего поведения, которые бы вы применили к отцу. В другой ситуации, причем поведение может быть реактивным. Реактивное поведение, иначе можно назвать как реакцион. То есть когда, ну просто для примера, вот мужчины допустим вас унижают. И значит вот отец унижает вас, он тиран, да, и вы соответственно привыкли подчиняться. Если ваша мама при этом вас не защищает и никак не говорит вам, почему так происходит, не объясняет вам поведение отца, не ссорится с ним, с отцом, а принимает его поведение таким, какое оно есть, то вы имеете два пути развития в зависимости от своей индивидуальности, от своей индивидуальной системной ценности и так далее. Вы имеете два пути развития по сути. Первое, это продолжать такую же линию поведения с другими мужчинами. То есть, вы знаете, что для удовлетворения, значит, потребности мужчинам нужно делать так, как он хочет, и тогда вы будете доволен. Если вы будете довольны, значит, будете довольны и вы. И вы стремитесь к этому, к такой поведению. То есть, это поведение, оно линейное. И далее у вас есть вывод. Проводить политику поведения нелинейного. То есть, противоборствующего. Когда вы напротив, в противовес давлению становитесь жесткой, самостоятельной, сильной, независимой и так далее. То есть, делайте все, чтобы вас никто больше, кроме отца, так не унижал.